Заниматься нелегальным извозом теперь помогает интернет. В крупных населенных пунктах на сегодняшний день 90 процентов заказов такси совершается через специальные приложения агрегаторов. Тем временем встречается все больше случаев, когда за пассажирами приезжает автомобиль, внешне оформленный как таксомотор. Однако водитель не имеет лицензии, машина не прошла технический контроль перед выездом. Есть случаи, когда и за рулем находится гражданин, лишенный права управления транспортным средством. Такие нарушения выявлены и в курортном районе. Счет нарушений предписаний ПДД таксистами идет на сотни, а конфискованные автомобили уже считают десятками. В курортном районе, как и во всем Петербурге, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальное такси». Цель – выявить водителей, перевозящих людей за деньги, не имея на это законного права. Нарушители при этом пытаются сей факт отрицать, но недолго. Никита Романович, вопрос. Пассажиры переводят на коммерческой основе, в том числе эти коммерческие деньги. За деньги? Нет. Знакомый человек? Конечно. Или за деньги все-таки? Знакомый. Как зовут? Не знаете, да? Подобные рейды сейчас активно проводятся в Москве и Санкт-Петербурге. Необходимость обусловлена увеличением ДТП с участием таксистов. Получают ранения и гибнут при этом пассажиры, уверены, что заказывали качественную услугу с технически исправной машиной, путевым листом и водителем с большим стажем, которого перед выездом осмотрел врач. В нашем случае пассажир получил водителя 1999 года рождения. Права молодому человеку выдали меньше двух лет назад, и перед выходом на смену доктор его не осматривал. Гражданами осуществляется вызов, приезжает, неизвестно, кто зарегистрирован на этом приложении и на каком основании он вообще перевозит граждан. Для пассажиров это может обернуться причинением телесных повреждений, стать участниками дорожно-транспортных происшествий. То есть передовая жизнь и здоровье таким нерадимым водителям риск очень большой и возрастает. Сидел экономический запас и приезд о коррупции по курортному району. Хотел бы вас узнать, у вас есть лицензия на перевозку пассажиров? У меня нет. Нет, да, у вас лицензия. Тогда вот на шагу вас будет составлен административный протокол. На каких основаниях? На каких основаниях? То, что на территории курортного района проходит операция нелегальный таксист. Вы производите поездку, получат гражданина? Ну, я еду домой и везу его. Сейчас мы тогда с гражданина возьмем объяснение, на каких основаниях он здесь. Правильно. Вы пройдите, пожалуйста, машину. Мужчина, воспользовавшийся сервисом известного интернет-агрегатора, становиться ни с того, ни с его другом неизвестному водителю не захотел и пояснил ситуацию, не отходя от такси, которая его сегодня разочаровала. Данный гражданин заказывал автомобиль через приложение Яндекс? Убер, да? Убер, Яндекс. Да, Убер, Яндекс. Понятно, да? Возьмите объяснение. В отношении водителя Вольфлагена был оформлен административный материал по части 2 статьи 14.1 КОАП РФ с конфискацией транспортного средства. Молодого человека теперь ждет штраф и автомобиль ему вернут нескоро. Кроме того, оперативно-профилактическое мероприятие выявило многочисленные нарушения ПДД таксистами, а некоторые из них вообще не имели право за руль садиться. В ходе данного мероприятия сотрудниками ОМВД России по курортному району было выявлено более 218 нарушений правил дорожного движения. Из них 20 машин были поставлены на специализированную стоянку в связи с отсутствием у водителей лицензии на право перевозку граждан. Семеро из данных водителей не имели права управления транспортным средством. У тех водителей, у которых нет лицензии, в судебном порядке будет решать суд о возвращении транспортных средств и привлечении их к административной ответственности.